Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы завершаем чтение второго соборного послания апостола Петра. Перед нами третья глава. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждая ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святым пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Апостол дополняет свою мысль о богодохновенности Писания, озвученную в первой главе тезисом о целостности Писания. «Один и тот же дух говорил в пророках, сошел на Христа в водах Иордана, а на апостолов в день Пятидесятницы». Поэтому и слово, сказанное последними, ничуть не менее авторитетно, чем преподанное через первых, и наоборот. Это свидетельство важно еще и потому, что буквально через столетие в лице Маркиона и других гностиков церковь столкнется с искушением отвержения Ветхого Завета с его, как кажется, злым и ревнивым богом, так резко диссонирующим с образом Христа. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Наглые ругатели – это, по всей видимости, не введение какого-то нового предупреждения в текст, а раскрытие все той же мысли о лжеучителях, которые вскоре появятся в христианской общине. Кроме нравственного разложения, хождения вслед за постыдными желаниями плоти и жажды наживы, оправдываемыми учением о свободе как предельной вседозволенности, они будут характеризоваться еще одной важной чертой – неверием во второе славное пришествие Господа Иисуса Христа и, по-видимому, в воскресение мертвых, подтвержденное, между прочим, воскресением самого Христа, первенца из умерших. Описываемая Петром логика данных наглецов очень похожа с теми циниками, о которых говорит чуть более древний текст «Премудрость Соломона». Там мы читаем. «Ибо жизнь наша – прохождение тени, и нет нам возврата от смерти, ибо положена печать, и никто не возвращается. Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью. «Преисполнимся дорогим вином и благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни. Увенчаемся цветами роз, прежде нежели они увяли. Никто из нас, не лишай себя участия в нашем наслаждении, везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий». И размышляющие так не замечают, как легко переходят к следующей ступени, говоря «будем притеснять бедняка-праведника, не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних сединстарца». В обоих текстах как бы сам опыт жизни, сама эмпирика подсказывает циничному обывателю, что рассуждение о том, чего никто не видел, и о чем есть лишь самые относительные представления, не идет ни в какое сравнение со всем тем цветом жизни, который цветет за окном прямо сейчас, и который необходимо успеть сорвать немедленно, чтобы насладиться им. Если же для этого потребуется совершить зло, ну что ж, все в мире имеет цену. Так из, казалось бы, простого и относительно безобидного гедонизма могут вырастать поистине ужасные вещи. Думающие так не знают, что в начале словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Из воды и водою – обращение к началу дней творения, где вещество, из которого начинает твориться мир, названо именно водами – маем, и разделением его обозначаются твердь небесная и твердь земная во втором дне творения. Автор указывает, что ныне существующий мир серьезно отличается от допотопного, тот погиб в водах, и как осушением вод явится в бытие тот миропорядок, который мы наблюдаем теперь, то есть закрепленный заветом Бога с Ноем и его сыновьями, так до самой великой сухости, то есть сухости огня, он соблюдется на свой последний день. Огонь часто указывается как один из атрибутов Бога в Ветхом Завете. Он являет свой гнев в том числе в пламени. Возгремит Господь величественным глазом своим, явит тяготеющую мышцу свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре, в наводнении, в каменном граде, говорит Исаия. Ему сопутствуют пылающие ангелы. Ты творишь ангелами своими духов, служителями твоими огонь пылающий, говорит Псалтырь. Как огонь описывается и пребывание нечестивцев вместе с падшими духами после окончательной победы Бога в книге Откровения. Однако этот огонь не служит уничтожению мира. Ведь творение, как мы помним из того же начала книги Бытия, изначально благо. Мир не уничтожается огнем, а обновляется им, чтобы в чистоте и правде явились новое небо и новая земля. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленнее, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Говоря о том, что время не существует для Бога, как объективная реальность, апостол ориентируется, во-первых, на то же учение первой главы книги Бытия, где сам отсчет времени становится возможен только внутри творческого акта. Пока Бог не творит мир, времени просто не существует. А во-вторых, на похожий же тезис из Псалтирия, где сказано, «Ибо перед очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Размышление об отложенной Парусии, об отложенном пришествии Христовым, очень важно для Нового Завета, потому что мы видим в ранних текстах, например, в Павловых посланиях, ожидание безусловного скорого пришествия Христова. Павел говорит, «Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших», это он пишет в фессалоникийской общине. То есть изначально апостолы были уверены, что само воскресение Христа и есть, в общем-то, историческое начало раскрытия Царствия Божия в мире, которое более не будет ничем ограничено или замедлено. «Не все ли время Господи восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» – спрашивают ученики воскресшего Христа. И вот тут же они получают отпеведь. Он говорит о том, что его община не должна замереть в ожидании избавления грядущего с небес, а призвано трудиться, проповедуя победу Бога над смертью в воскресении Христовом по всему миру. Христос скажет, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и Иудеи, и Самарии, и даже до края земли». И вот прошли десятилетия. Апостолы начинают уходить, первое поколение христиан сменяется по следующим. А Христос все не возвращается. Тогда-то и получают должное осмысление, приведенные выше слова Спасителя, что избавление предназначено им для всего человечества, а не только для избранной группы готовых к этому учеников. А для того, чтобы весть о спасении достигла всякого, требуется время, чтобы народы могли услышать о Христе и раскаяться. «Поэтому-то, — говорит Петр, — Бог и откладывает свое явление в славе. Если бы он желал погубить мир или судить его, он бы не замедлил, но он желает спасти мир, потому и долго терпит». «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прийдут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы, по обетованию его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Внезапность наступления Дня Господня указана Христом, когда Он предупреждает, что до самого последнего дня люди будут вести самую обычную жизнь. Он скажет, «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небес, ни только один Отец Мой. Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого». И, кстати, именно с вором сравнивает он в этом же отрывке внезапность. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, «Ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». И слова Иоанна из Откровения, и слова Петра коренятся в том обетовании, которое дает Бог через пророка Исаию. Пророк скажет, «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше». То есть, новое творение, которое более не будет подвластно тлению, и, собственно, праведники, которые будут ходить перед лицом Божьим. Если же все зримое разрушится, то что же останется значимым перед лицом Бога? Благочестие и вера, говорит апостол Петр. Назначимость благочестия, как отношений с Христом в день суда, указывает также апостол Павел. Он скажет, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней или дерево, сено, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого сгорит, потерпит урон. Впрочем, он сам спасется, но так, как бы из огня». Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчтитесь явиться перед ним неоскверненными и неопороченными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорил об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. В последнем фрагменте апостол вновь указывает на те контекстные взаимосвязи в плане учительных текстов, которые он наблюдает и которые считает важными. То есть, например, он говорил о том, что вот важны тексты пророческие, важно откровение Господне апостолами преподанное. Здесь же, например, он указывает, что и существующие, и, соответственно, известные ему послания апостола Павла также хороши, правильны и полезны в плане утверждения веры. То есть, более того, он указывает на определенную единомысленность между собою и Павлом. При этом, конечно, в тексте мы видим некоторую легкую тень сложных отношений между Петром и Павлом. Об этом говорит, собственно, сам апостол Павел, об этом упоминает нам книга деяний, что не абсолютно безоблачными были отношения двух этих учителей веры. Но в конечном итоге мы видим, как в своем собственном учительном тексте Петр, пусть и с некоторой оговоркой, как бы обвиняя Павла, ну, считайте, что в излишней сложности, да, все-таки признает, что учение его хорошо, правильно, верно и истинно. При всем при том, мы видим, как апостол замечает, что на основании вот той самой неудобовразумительности, да, а именно сложности понимания ряда мест в Павловом учении, а правильно сказать, даже не в Павловом учении, а в том, как Павел преподает благовестие о Христе воскресшем, и коренится в том числе вот это зерно, которое может прорасти в определенного рода ереси. Все, о чем апостол говорил в рамках послания, о лжеучителях, которые превратно говорят о свободе в Христе, есть, собственно, проблема, которую, как мы говорили, собственно, да, в первой главе, видел и Павел, когда в книге деяний, обращаясь к пресвитерам Эфеса, предупреждал, что появятся люди, превратно толкующие его слова, и, соответственно, для многих учение Павла о свободе в Христе может быть неверно понятым, ложно интерпретированным, и приведет их не к возрастанию жизни в Боге, а к падению. Но еще раз, важная мысль, и, собственно, все послание в некотором смысле ей как бы, да, и посвящено о том, что, во-первых, Бог водительствует своей общиной, Он знает, как вывести ее в конечном итоге всякий раз на верный путь. И в этом смысле следование за примером апостольским, следование за апостольским учительством, что Петровым, что Павловым, Иудовым, Иоанновым, и многих других новозаветных авторов, которые видели Господа, слышали Его, находились в Его откровении, вводит в безусловные, глубокие и однозначные отношения с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok